3, 2, 1, погнали! Друзья, доброе утро! Я еле-еле проснулся, надеюсь, вы тоже. В общем, смотрите, какая история. Сегодня с вами очередной выпуск новостей. С вами, как всегда, я, Стефан. Сегодня мы подготовили для вас вот такой замечательный череп, который мы хотим вам показать. Он был напечатан на наших собственных 3D принтерах. Вот. Это все, что я хотел сказать. Всем пока. Ладно, ладно, угораю. Значит, всем доброе утро! Не забываем подписываться на все наши существующие и несуществующие социальные сети. Чем больше вы подписываетесь, тем больше ребята видят, что все мои ролики не бесполезны. И тем больше шансов, что мы получаем дополнительное финансирование на наши новые видеоролики. Поэтому, да, не забываем подписываться. Я желаю вам всем хорошего настроения. Заваривайте чаёчек, кофеёчек. Будет сегодня 14 интересных новостей. И 1-2 совета от Стефана о том, как классно провести пятницу. Всё, погнали! Компания Пиополи выпускает вторую версию принтера Феном XXL. Значит, Пиополи Феном, что это такое? Это суперздоровый SLA принтер, у которого рабочая область составляет полметра на 30 сантиметров. На ещё на полметра. Вы просто представьте, какая это здоровая махина, которая может вытворять просто безумные вещи. Они сейчас выпускают вторую обновлённую версию этого принтера. Что значит будет улучшено? Будет улучшена прежде всего матрица Parallel, которая будет светить ярче, которая будет светить ещё более чётче. Также они заменят экран. Он, к сожалению, так и останется при разрешении 4К, что как бы не очень хорошо на его столь большие объёмы. И что ещё они улучшат? Так это саму электронику. Она вроде как получит новый обрабатывающий процессор, который позволяет быстрее нарезать слои и, соответственно, управлять всем-всем-всем принтером. Цена данного удовольствия на самом деле достаточно демократичная. Всего 8,5 тысяч долларов. Сколько? 8,5 тысяч долларов. Да ты чё? Сука! Ну, как бы сами вдумайтесь, насколько этот принтер здоровый и что он вам может дать. И поделите это на цену. Я считаю, что цена просто топчик. Поэтому ждём выпуск Pio Polyphen. Кстати, насколько я знаю, в Москве такого принтера, по-моему, нет. Вот, поэтому было бы круто, если бы какая-нибудь компашка нам бы его завезла на обзорчик. Я бы прям с огромным удовольствием бы кайфанул. Погнали, следующая новость. 3D принтеры с бамбуковыми панелями получили финансирование на Kickstarter. Значит, для тех, кто не знает, что такое Kickstarter, это краудфаундинговое, то есть сбор, как бы, средств общими силами. В общем, это такая вот платформа, куда все донатят и какой-то проект реализовывается. Вот, это, значит, Kickstarter. Соответственно, туда выпустили интересный проект, который, что из себя представляет этот 3D принтер с бамбуковыми панелями. Выглядит действительно симпатично. Как утверждают ребята, у них есть две линейки, которые называются Construct 1 и Construct 1 XL. Я думаю, что не надо вам объяснять, в чем заключается разница в этих двух принтерах. Один просто чуть-чуть побольше. Что из интересного? Панели выполнены целиком из бамбука. Как утверждают, собственно, производители данного 3D принтера, это решение было выбрано не просто так. Бамбук гасит вибрации. Но мы с вами, посмотрев на фотографии, сможем сделать какой вывод, что это все просто маркетинг. Потому что они прикручиваются тупо по внешней стенке и никакую смысловую функцию они абсолютно не несут. Поэтому, конечно, заявление очень интересное, но оно недостоверное. Также, что еще из этого следует? Принтер оснащен 7-дюймовым тачскрином, то есть для удобства работы. И также оснащен очень интересным соплом под названием Vulcano CHT, который обеспечивает увеличенный поток экструзионной массы на 400%. То есть вы сможете на этом принтере мало того, что красиво печатать с погашенной вибрацией, так еще и быстро. То есть приблизительно как-то вот это все так выглядит. А, ну и давайте вернемся как бы к самому главному, к новости-то. На кикстартере у них была изначальная цель собрать 10 тысяч долларов. Вот ребята за отведенный промежуток времени собрали 33 тысячи долларов, что превысило в три раза их основную цель. С чем их можно, конечно, поздравить. Бамбуковые принтеры, круто, прикольно, будем ждать. Вот следующая новость, реально интересная. Компания Jobox предлагает полуавтоматическую 3D-печать на принтерах Prusa MK3S+. Что такое Jobox? Лишь бы не Blowjobox, да, Жень? Значит, что они предлагают? Они предлагают условный add-on или дополнение для принтера Prusa, который позволяет выполнять полуавтоматическую 3D-печать. Как это все дело работает? То есть к принтеру представляется такая автоматическая установка, на которую вы ставите 8 независимых платформ. Они же, собственно, из листа Pay, вот этого металлического. И, в общем, в чем заключается суть? То есть начинается процесс печати, этот автоматический станочек укладывает этот лист, все, он примагничивается, у вас полетела печать. Когда печать закончилась, вы G-кодом сталкиваете вот этот лист в необходимую емкость, где она будет лежать, а устройство кладет тупо второй лист. И, собственно, так вы можете производить 8 циклов печати без нужды в обслуживании этого 3D-принтера. Самое главное, чтобы у вас пластика хватило на все 8 циклов. Вот такой вот классный add-on. На самом деле ничего вроде такого замысловатого нет, однако позволяет сэкономить кучу-кучу времени. Вот, очень прикольно, молодцы ребята из Джобакс. Двигаемся дальше. Поговорим теперь про российские новости. Ученые Института Медицинской Приматологии вживили обезьянам 3D-печатные импланты. Иржан, Иржан, вставай, салам алейкум, вставай, на работу пора. Прикиньте, ребят. В общем, эксперимент проводился совместно с Росатомом и командой академика РАН Игоря Решетова. Что они, значит, решили сделать? Они изучили так называемых обезьян, называется павианы, гамадрилы. Жень, скажи, ты когда был там помельче, вы в школе угорали, там называли друг друга гамадрилами. Вот ты знаешь, у нас вот то же самое. Вот мы когда были павианами, мы тоже там друг друга называли гамадрилами, мы никогда не знали, что это такое. И если честно, до вчерашнего вечера не знал, что такое гамадрил. Это обезьяна. То есть это подвид обезьяны, вот есть павиан, а это вот павиан-гамадрил. Прикинь? В общем, изучили этих павианов-гамадрилов и выяснили, что у парочки особей есть какие-то проблемы с челюстью. Собственно, что было сделано? Было сделано МРТ, сканирование. Они воссоздали вот нижнюю челюсть каждого вот этого павиана-гамадрила, создали 3D-модель и отправили ее на печать в Росатом. Вот там, собственно, местные маэстро проводили печать с помощью Титана по технологии МСЛА. Почему вообще решили это все дело провести? Потому что Росатом сейчас заинтересован в своих собственных материалах для 3D-печати, и поэтому для них это была прекрасная возможность сделать как полезную функцию, так и практическую. То есть совместить приятное с полезным. Собственно, что сделали? Разрезали несчастного павиана-гамадрила, вставили ему новую челюсть и начали смотреть вообще, как ткани приживаются, не приживаются. И итоги какие? Итоги шикарные. Значит, говорят, что все прижилось, никаких там абструзий, ничего нет. То есть нет ни воспалений, никаких там неприятных ощущений. Павианы себя ведут так же, как и вели до, гамадрилы себя ведут как до, так и после. То есть все одинаково. В общем, что хочу сказать. Это очень круто, то, что есть уже такая возможность, действительно, просто распечатать костную ткань из Титана, вставить ее куда следует, и она приживется. Это шикарно. Поэтому, ребята, из Росатома и команда, как там, Академик Ран Игоря Решетова, вы большие молодцы. Очень классно, что вы занялись таким вопросом. Поговорим немножко про электричество и про антистатику. Nexo 3D – это новое решение для 3D-печати антистатических деталей. Компания Nexo 3D разработала свой авторский фотополимер, который способен, прикиньте, ребят, что делать. Он обладает просто каким-то гипер-антистатическим эффектом. Он вообще не проводит электричество, ни при каких условиях. При том, что он сделан не из резины. Значит, все, конечно же, там технические его особенности не раскрываются, но говорят, что он просто полностью не проводит электричество. Вообще, зачем разработали такого рода фотополимер? Это, конечно же, для печати компонентов для электронных устройств, чтобы там ничего друг с другом не входило в электрическое сопряжение, чтобы ничего там не бабахнуло, в общем, как следует. Что они говорят? Что материал уже протестирован, он успешен. Уже есть огромные заказы на первые партии данного материала. В нем заинтересована компания Sony. Они это планируют внедрять в свои телевизоры, потому что материал легкий, материал не проводит электричество. И, в общем, все находятся на ситуации вин-вин. Давайте поговорим немножко про автобусы. Автобусы Daimler остаются на ходу с помощью 3D-печатных запчастей. Прикиньте, ребят, все, дожили. Значит, для автобусов теперь существует виртуальный каталог. Это не какая-то там шутка. Значит, каталог OmniPlus предлагает 10 тысяч деталей для автобусов марки Daimler, которые вы можете себе заказать. То есть вы, как водила, едете там, не знаю, у себя там Ростов или там, не знаю, куда-то еще. Все, заходите в каталог OmniPlus, вы там понимаете, что у вас там какой-то болтик отвалился. Все, размещаете заказ. Там на заводе печатается деталь и приезжает в ближайший дилерский центр, откуда вы забираете эту деталь. Вот, прикиньте, это все, это теперь новая реальность. Они тестируют уже активно этот сервис. 40 тысяч деталей доступно уже оцифрованных для печати. То есть изначально для чего это все было сделано? Это для упрощения способа, как бы, по ремонту автобусов, а также увеличения скорости ремонта непосредственно каждого автобуса. То есть новость, мне кажется, очень крутая. Это прям реально какое-то уже будущее. Мне кажется, скоро это действительно будет так, что у тебя там бумер сломался. Ты такой там, бам, в BMW центр зашел. Там тебе нужно распечатать спойлер. Они тебе распечатали спойлер. Ты пришел на следующий день, установил и все, и поехал. Ну, то есть это вот... Это прям уже очень близко к какой-то будущее. И давайте поговорим еще о новости об автомобилях. Новость будет звучать так. Водородные автомобили BMW AX5 Hydrogen отснащаются 3D-печатными деталями. Вот, новость будет очень коротенькая, потому что, к сожалению, про нее еще нет вообще никакой информации, потому что BMW жиды. Они не хотят ничем делиться, вот как и жадный Евгений. Но, тем не менее, мы узнали о том, что новая версия BMW, которая называется AX5, она поставляется с водородным двигателем. Вот, и именно для этой модели выпускаются какие-то определенные 3D-печатные элементы. Почему BMW решила сделать именно такое решение в пользу 3D-печатных компонентов? Просто. Потому что первая партия вот этих автомобилей, она будет очень маленькая. И делать какие-то крупные станки, чтобы изготавливать эти детали, им просто финансово невыгодно. Именно поэтому они просто размещают маленький заказик, там, не знаю, на 10 на 50 этих машин, отпечатают каждую из этих деталей и установят. Вот, прикиньте, как-то так. Новость прилетела из Австралии. Bay Systems и IML 3D займутся 3D-печатью металлических запчастей для будущих военных кораблей. А, прикиньте, какая жесть. В общем, прям это, фильм «Морской бой» уже берет свое. Соответственно, Bay Systems объединилась с военными силами Австралии. У них сейчас разрабатывается там какой-то новый подтип военных кораблей класса «Хантер», то есть «Охотник». Вот, они для него хотят печатать там 3D-печатные компоненты двигателей и, если не ошибаюсь, как бы вот этих там боевых стволов. Там, блин, боевых стволов. Даже, что хотят? Хотят печатать для кораблей разные 3D-печатные штуки. То есть, что это будет, конечно же, мы никогда не узнаем, потому что это там австралийская гостайна. Но это точно будут не «Кенгуру». И, соответственно, они предусматривают сейчас какой-то огромный контракт на 100 миллионов этих австралийских долларов. Там будут печататься просто тысячи этих изделий. И они надеются, что с помощью них они смогут сделать свой корабль класса «Хантер» просто каким-то супербыстрым, суперточным и суперманевренным. Как выйдет дела на самом деле, да бог его знает. Но как бы прикольно, что уже 3D... Ну, точнее, это не очень, конечно, прикольно. Но в целом это как бы футуристично, да, что вот уже 3D-печать уходит в такую военную промышленность. То есть, я думаю, что скоро там какие-нибудь печати экзоскелетов она уже вот прям уже стучится вот так вот по микрофону. Погнали дальше. Поговорим немножко про пластик. Spectrum Filaments предлагает 8 новых технических материалов. Знаете, что такое Spectrum Filaments? Вот я, честно, в душе не чаю, что это за компания. И вчера, собственно, я о ней узнал. Это, как оказалось, один из крупнейших вообще европейских производителей филаментов для 3D-печати, который делают там и для 1,75 мм пластик, и для 2,85. И они сейчас, прикиньте, выдвигают на рынок целых 8 новых, самых разнообразных, технических филаментов. Про все, конечно, 8 мне вам рассказывать неохота. Это очень долго, очень нудно. Вот меня попросили тезисно вам все рассказывать. Вот поэтому я вам скажу так. Я сделал выборку из самых таких интересных. Значит, во-первых, они выпускают пластик стекловолоконный. То есть он будет действительно со стекловолокном внутри. Будет, значит, нормальный карбон. Не такой вот карбон, как мы вот покупаем с вами, да, вот там из Китая, а именно вот полноценный нарезанный карбон будет внутри пластика. Что еще у них есть? Тефлон. То есть теперь трубки не обязательно уже будет заказывать из Китая. Сможете реально печатать их у себя дома. Прикиньте, Карл, карбоном, о, господи, тефлоном печатать. Что еще, что еще, что еще? А, во, последний, просто бомба. Кевлар. Прикиньте. Кевлар, Карл. Жек, ты слышишь? Спектрум, короче, компания такая. Они производят пластик, вот, для 3D-печати. И ты прикинь, они замутили, в общем, пластик, который будет с кевларом. Что я сказал? А, говорит, посмотрит. В общем, все, ребят, теперь можем печатать бронежилеты из кевлара прямо у себя в домашних условиях на Бизоне. Прикольно, да, согласитесь? То есть, я о таком, честно, никогда не слышал. А, вот еще, смотрите, какой еще есть пластик. Есть какой-то высокотемпературный материал, называется PPS. Вот, у него температура размягчения 230 градусов. Охренеть. Я даже не знаю, на какой там температуре им надо печатать, наверное, градусов 300 с чем-то. Вот, но только на 236 он начинает немножечко мяться. Ну, короче, жесть, да, молодцы, Spectrum Filaments, то есть, двигают вот эту всю техническую движуху. Реально, скоро уже можно будет на 3D-принтере просто печатать все, что в голове вздумается. Поговорим немного про космос. Redwire запускает улучшенный 3D-биопринтер на МКС. Redwire, это американская компания, и как любая американская компания, она что должна делать, как в любом фильме Майкла Бея, трясти американским флагом и говорить вперед Америка. Вот, примерно здесь та же самая суть. Они, безусловно, молодцы, потому что их изначальный посыл это то, что они хотят отправить биопринтер в космос для того, чтобы там изучать человеческие клетки и как они заживают. А для чего они вообще это все замутили, это потому, что очень много американских военных получают травму мениска. Вот, мениск это в коленке вот такая прокладочка, которая у вас вот так вот амортизирует, и она очень часто приходит в негодность у американских военных. Думаю, не надо объяснять, почему, потому что они дохренища бегают с огромными весами. Вот. Тут же такая должна быть ставка с такими весами, они бегают. Ну, как бы то ни было. В общем, да, запускают в космос биопринтер, чтобы все вообще проверить, как идет вот эта регенерация, как оно будет выглядеть на самом деле, что-то как-то у меня даже никаких идей нет. Поэтому теперь у вас есть странный козырь, которым вы можете пощеголять в компании умных эстетов. Вот, так что знайте. Компания Redwire, мениски, американские военные. Все, три ключевых тезиса, вы запомнили их. Новость из столицы Джеймса Бонда. Ну, практически столицы. Orbex получает дополнительные 46,4 миллиона долларов в преддверии запуска ракеты Prime в Великобритании. Значит, есть такая компания Orbex. Это первая британская компания, которая занимается поставкой ракет и ракетных двигателей вообще от Британии. И, собственно, их заявка первая, она достаточно громкая. Они хотят напечатать полностью титановый вот этот ракетный двигатель. И, как бы, вся эта история уже тянется несколько лет. У них периодически заканчивались деньги. И вот сейчас они показали правительству там первый прототип, они его там что-то запустили, он там, соответственно, пламя изрыгнуло с себя, все там, все мэры, депутаты такие, ого, ничего себе. И, в общем, нате вам, еще 50 миллионов они выделили. Потому что уже в следующем году как бы должен состояться запуск первой британской ракеты на этом движке. И, в общем, все торопятся, все хотят погордиться Великобританией. Ну, британцы хотят только, наверное, погордиться Британией. И, собственно, да, выделили все бабосы. И в следующем году они ожидают запуск своей первой ракеты. Поэтому очень это все звучит многообещающе. Тем более, с учетом того, что тестирование уже находится на заключительном этапе. Я думаю, что у британцев все получится. Потому что они все-таки как-никак доводят вещи до конца. Поэтому ждем в следующем году запуск первой британской ракеты. Надеюсь, и From London The Capital of Great Britain. А тут откуда же еще? Теперь новости про нашего любимого Йозефа Пруши. Йозефа Пруша. Простите. Пруша Ресерч объявила имена первых покупателей и цену на автоматизированную 3D-ферму. Помните, достаточно давно уже была такая как бы был анонс вот этой автоматической системы. Но как-то вся эта история так немножечко замялась. Ничего никаких там новостей не было. То есть, были красивые картинки и как бы все. И тут вдруг бам! Все! Действительно выходит его автоматическая ферма полностью автономная. Там вообще ничего не надо делать. Просто заряжай пластик и поехали. И вот он нагласил цену на собственно такую ферму. Она стоит 45 тысяч евро. Вот. За ферму из 9 собственно машин там робот манипулятор и соответственно умное какое-то там ПО собственное и контракт по-моему на 2 или на 3 года который позволяет в любой момент обменивать в общем вот эти принтеры. То есть, если там что-то по гарантийке пойдет не так то к тебе приезжает мастер тупо меняет вообще целый принтер. И ты с ним не страдаешь. Собственно и также объявил кто стали первыми покупателями данного произведения искусства. Значит с вашего разрешения я засчитываю. Это компания Motoism они делают запчасти для мотоциклов изготовлен на заказ из Германии. Rücher Universitat это образовательное учреждение в Австрии. Schlafe Tech прототипирование и Oratec это какая-то инновационно-технологическая компания по смарт-решениям из Швейцарии. Вот это 4 первых покупателя данной 3D-фермы поэтому будем с нетерпением ждать от них отзывов о том как работает смарт-ферма от Йозефа Пруша. Новости из России снова. Российские ученые создали фотополимеры для 4D-печати. Прикиньте, а? То есть 3D уже мало уже 4D. 5D это надо на очки специальные надеть. Ученые Сеченовского университета разработали специальный фотополимер для 4D-печати который позволяет деталям деформироваться и возвращаться в исходное состояние благодаря нагреву и соответственно охлаждению. То есть это основной принцип вот этой так называемой условной 4D-печати вы можете на самом деле посмотреть на ютубе есть пару-тройку роликов есть специальные даже модели которые вот сделаны под обычный FDM-пластик которые вот вы их напечатали они выглядят да скажем там плоско а вы а вы там на них горелочкой вот так как бы подули они бам и собрались вот вот здесь то же самое работает только уже в более интересном диапазоне то есть когда изделие нагревается до 350 градусов оно начинает возвращаться в молекулярно какую-то свою правильную форму а когда оно холодное оно как бы раскладывается вот для чего эта вся технология была придумана это именно для космических вот всяких там решений то есть это когда нужно чтобы в тепле оно было одной формы в холоде оно было другой формы я думаю что это будет использоваться где-то вот ближе там каким-нибудь теплым газопланетам или там к солнцу где спутникам там необходимо расширяться или наоборот там сужаться очень классная новость как мне кажется потому что вот эта вся 4D движуха с 3D печатью как минимум это выглядит очень интересно я вам настоятельно советую вбить прям 4D печать вероятнее всего вы найдете какие-то англоязычные источники ну просто хотя бы визуально посмотрите как это выглядит поверьте это очень залипательный процесс и заключительная новость с авторской рекомендации от Стефана это китайские истребители 5го поколения используют 3D печатные детали в общем китайская авиационная промышленность не стоит на месте по всей видимости как и австралийская вот но китайозы значит как решили это все дело делать они выпускают уже на протяжении нескольких лет по крайней мере они пытаются сделать свой истребитель 5го поколения что там за поколение ну ребят это очень какие-то там очень сложные там вот эти все термины но как бы поверьте 5 истребить поколение господи 5 поколение истребителей это какие-то супер нафаршированные истребители которые могут летать просто как вам вздумается вот и собственно для чего используются 3D печатные элементы это как минимум чтобы снизить максимально вес этого истребителя а также его повысить всякие физико-механические свойства чтобы он мог летать как ему вздумается чтобы его там не крючило не деформировало и чтобы он вообще выдержал все эти катастрофические перегрузки при полете вот а также почему они выбирают как бы 3D печать в качестве основного источника такой технологии это потому что снижается общая стоимость на производство такого истребителя а поверьте построить истребитель это вопрос денег очень такой серьезный и также они хотят повысить собственно срок выполнения и срок надежности самого истребителя потому что как мы знаем детали из металла которые штампуются они не всегда бывают ровными и идеальными вот а с 3D печатью конечно же точность изделия возрастает в разы собственно инвестирование произведено печать только начинается так что возможно в ближайшем будущем мы увидим 3D печатные истребители пятого поколения из Китая на 3D печатных деталях вот как-то так друзья такая вот сегодня была порция умных новостей а закончить мне хочется следующим это мы закончили с вами на такой теме истребителей и хочется вам дать не знаю когда выйдет этот видос хочется вам дать такой классный авторский кинчик на вечер пятницы называется Top Gun Maverick вот там вот вся вот эта истребительская движуха раскрыта просто колоссально красиво вот прям если вы не смотрели очень вам рекомендую посмотреть этот фильм как минимум потому что там играет Том Круз во-вторых там просто шикарнейшие кадры которые прям короче вот просто вот я вам в прошлый раз сдал вот кино классное вот все там посмотрели мне кажется многие остались довольны вот этот фильм просто настоятельно вам рекомендую посмотрите трейлер и проведите классно в пятницу вечером вот все вот так ладно друзья в общем все всем большое спасибо за классно проведенное надеюсь время со мной подписывайтесь на наш канал и не забывайте что там в телеграме наши умники разыгрывают периодически разные акции на пластике на смолы вообще на все про все также не забывайте что по промокоду YouTube вы там в личном кабинете получаете скидку на первый заказ и также не забывайте пожалуйста писать Евгению что он как бы должен нам всем денег да Жень? он всем должен денег все в общем классно ребят что вы все с нами продолжайте занусывать бомбите с Жековой этими гнусными комментариями вот и что 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 вам еще заносит когда выйдет это видео без понятия ладно все до встречи всем пока